всем привет это канал бензотрэш мы продолжаем делать наши видео обзоры бензоэлектроинструмента не забывайте подписываться и ставить лайки и сегодня мы с вами будем рассматривать бензопилу good luck наконец-то я бы даже так сказал мы добрались до good luck оригинала настоящий good luck сейчас узнаем его особенности вот чем же он настоящий чем отличается от других бензопил так что наша модель g l 52 2 0 м давайте узнаем ее технические характеристики объем двигателя 52 кубических сантиметра мощность двигателя 2,2 киловатта холостой ход 3200 оборотов в минуту шина 45 на 18 дюймов вес этой пилы 5 килограмм но это вес конечно же без гарнитуры вот то есть шины цепи масло бензина так где-то прибавляем еще полтора килограмма что же давайте открывать смотреть комплектацию и обязательно я его соберу такая яркая упаковка у него действительно яркая четко красный цвет очень плотная упаковка приезжают они из китая спакованные по 2 то есть 2 бензопилы в одной вот заклюпывается наша бензопила вот такими скобами вот скобы я уже просто приоткрыл вот значит вот такая скоба идет давайте отложу цена в пределах 90 долларов можете приобрести такую пилу вот ну как бы качество хвалят всем оригинальные good luck им нравится вот вроде бы если у вас есть пишите отзывы обязательно так ну что давайте открывать и смотреть вот и самое главное здесь что я приготовил это вот инструкция и под ней инструкция кстати здесь не на русском языке вот помните что вот в оригинальном good luck и инструкция на русском нету и и здесь самая главная бумажечка это вот такой сертификат сертификат качество о нем мы сейчас подробненько поговорим давайте отложу так давайте все таки доставать нашу пилу начнем мы как всегда самого главного так давайте поставлю возьмем отверточку откроем пилу есть достаем тогда вот такая у нас пила вся блестит глянцевая вот так она выглядит давайте я положу ее сюда сейчас мы ее будем рассматривать более детально также у нас здесь вот такая крышечка вот она наш стопор цепи для мгновенной остановки цепи так что у нас здесь есть у нас здесь есть вот такой чехол вот такой чехол давайте я положу и у нас здесь шина вот шинка у нас 18 вот такая видите 18 дюймов 45 на 72 звена вот такая давайте глянем поближе потом поднесу так что у нас здесь есть цепь цепь на 72 звена шаг 325 посадка 1 и 3 вот вот такая у нас цепь давайте положу также здесь есть у нас плотный вот такой кулек кулек с ключиками давайте откроем высыпем здесь есть у нас ключ универсальный вот такой свечной положим нам пригодится отвертка для карбюратора вот такая упорчики помню что упорчики обязательно нужно одевать где тут вот такая вот такие упорчики давайте положу вот так ну все здесь ключики больше ничего нету здесь у нас есть еще баночка мерная баночка для бензина разведенного двухтактным маслом вот такая баночка давайте положу всего больше ничего здесь комплиникации у нас нету пустая коробка отложим и приступим к осмотреться со мной бензопилы приступаем так не тяжелая вот такая у нас пила что у нас здесь у нас здесь про резинные ручки такой очень плотный но рифленая резина зафиксирована щетка руках не ездит четко хорошо действительно классно вот так что у нас под крышкой давайте посмотрим что у нас на под крышечкой как выглядит пластмасса хорошего качества действительно мягкая такая вот на ощупь приятно так здесь у нас воздушный фильтр так отдавайся вот такой воздушный фильтр у нас вот он также мы получаем быстрый доступ замене свечи свечи приобретайте новую еще одну дополнительную всегда пригодится все в жизни бывает поэтому всегда рекомендую приобретать новую свечу так ну что теперь задача закрыть наверное это будет не просто да но да ладно мы должны справиться интересно почему открыть было просто закрыть не просто села четко ну закручиваем да все четко села хорошо нету зазором никаких все нормально все четко все закрутилось так в чем же причина оригинальности этого гудлака ну во первых он темнее явно теплым темнее вот своих подделок у него глянцевая пластмасса она такая вся блестящая не матовая вот так здесь интересный ход сделала компания которая сделала она начала вкладывать вот такие сертификаты с печатью вот и которые подтверждают что это пила оригинал вот но я думаю на самом деле поскольку заводов которые изготавливают оригинальные гудлаки не так и много вот это на самом деле пиар ход мне кажется очень люди посидели подумали как же как же продать больше гудлаков и вот придумали вот такую бумажку которую вы можете распечатать абсолютно ни о чем эта бумажка не говорит вот то есть можно ее бросить в совершенно другой гудлак более дешевой версии и говорить что это оригинальный поэтому когда вы видите бумажку я не думаю что вам стоит на нее ориентироваться или же вытащить из такой яркой коробки оригинальный гудлак положить более дешевую версию положить вот эту бумажечку то есть это просто сделано как пиар ход какой-то то есть все сейчас ищут гудлаки если он оригинальный он обязательно должен быть сертификатом качества вот и другие углоки которые не менее оригинальные но такой бумажки нет люди боятся покупать вот поэтому я бы на вашем месте не обращал на это столь внимание большое а посмотрел на саму пилу вот на само качество пилы то есть вот действительно она такого багрово-красного цвета есть видите здесь в подтверждение что она оригинальная вот такой номер железный набитый вот уже столько разговоров было по этой оригинальности что я даже и не знаю не припомню какое количество вот пила это она вот двигатель у нее сделан тяжеленькие сама она тяжеленькая то есть если вы возьмете и пила ничего весит не будет вот там какой-нибудь двигатель с илюминовый я не знаю какой ставится дешевый то пила будет совсем легкая вот но эту тоже в руку в одной руке я могу держать но она всем все равно тяжеленькая более-менее тяжеленькая вот поэтому обращаю ваше внимание вот на такие особенности видите здесь у нас такая вот этике . сделано вот и здесь у нас целый набор этикеток вот они тут все на набор целый этикеток в обычных удлаках конечно такого нету вот так ну что давайте рассмотрим управление раз она уже в руках у меня у нас здесь газулька блокиратор двойное нажать вот только так никак по-другому здесь у нас дроссельная заслонка вот тут у нас включить выключить вот наш стартер давайте я дерну звук хороший просто отличный звук так ну чтож так наша звездочка вот такая с колечком звездочка значит смотрите здесь у нас цепи улавливатель вот такой глушитель у нас глушитель самый обычный так давайте я положу ее покажу вам крышку видите здесь в этой версии гудлака натяжка идет сбоку вот не с торца не на пиле а именно сбоку очень удобно хорошо вот само устройство крышки вот то есть вы смотрите на все вот запчасти в общем смотрите на пилу вот резиночка здесь есть прижимное кольцо так выглядит наш винт натяжной вот он должен попасть в пазик наши шины а если вы блокируете пользуйтесь ручкой то она сжимается и блокирует звездочку таким образом останавливает цепь так ну что ж вот такая у нас крышечка видите давайте мы наверное соберем нашу пилу вот откроем цепь есть одеваем в нашу шинку цвет конечно я все равно рик буду рекомендовать хорошую фирму стиля ригон с каленым квадратным зубом для твердых пород потому что облегчает пиление качество пиления улучшаются вот так режущим зубом вперед мы ставим нашу цепь вот так заводим за звездочку скажу вам что вот так внешне трудновато отличить гудлаки эти вот ну так выдвигаем нашу шинку вперед но вот особенности то что есть сертификат забит гудлак скобами очень яркий цвет характерный у нашей пилы вот поэтому вот хотя бы по таким особенностями сам вес пилы попробовать почувствовать хотя бы по таким вот особенностям вы можете вот мне прилипнуть и и купить совсем дешевый гудлак с самой дешевой серии обращайте вот на номера на вот такие здесь которые набиты и я думаю вы уже не промахнетесь так одеваем нашу крышку наверное нужно сдать назад и прилично крутим про сейчас против часовой стрелочки вот потому что далеко от наш винт натяжной сам находится так ну что попробуем есть одесса теперь прижимаем крышку не сильно закручиваем потому что нам нужно еще натянуть цепь вот так давайте я сделаю вот так как то чтобы было видно как натягивается наша цепь и теперь крутим по часовой стрелочке вот сразу пошла натяжка моментально вот хорошая качественная вещь все здесь сразу становится вот натяжка отличная все четко вот пила наша готова к работе осталось залить масло и бензин об этом мы сейчас и поговорим здесь у нас есть бак для масла смазывающую нашу цепь и шину помещается в этот бак двести шестьдесят миллилитров держите бак на контроле масло цепи очень быстро расходуется поэтому помните об этом и доливайте своевременно также у нас есть бак для бензина разведенного двухтактным маслом помещается сюда пятьсот двадцать миллилитров вот значит масло покупайте желательно хорошее на этикетке сзади написано как его разводить примерно один пятидесяти один к сорока вот здесь видите здесь такая вот вот так можно ключиком затягивать и задоворачивать вот такие мелкие особенности так ну что ж в принципе пила наша готова полностью к эксплуатации хорошая пила не тяжелая по три с половиной килограмма на руку вот но вес все равно чувствуется как ни крути так вот так срабатывает наша крышка мгновенная остановка цепи когда она нас откидывает бензопилу если такое случится помните что это мера предосторожности так и в таком положении вы не снимите крышку только сорвете об этом тоже помните всегда вот ощелкивайте вот так чтобы она была у вас в таком положении хорошая пила я бы даже сказал очень хорошая мне лично нравится улучшить ее можно с помощью цепи стиль орегон и никаких проблем в работе я думаю не будет ну что ж давайте я положу ее ну что ж вот так выглядит наш гудлак оригинал в собранном виде качество пластмассы хорошее качество сборки хорошее пила предназначена для бытового использования но мощность как бы позволяет ей справляться с какими-то серьезными задачами большими бревнами пила действительно качественная хорошо работает цена полностью соответствует качеству приобретайте я думаю вы останетесь довольны а с вами был канал бензотрэш подписывайтесь ставьте лайки а мы будем продолжать делать наши видео обзоры для вас удачи пока 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 удачи удачи